Под чем коммуналка? В Департаменте энергетики и тарифов подвели итоги работы за 2017-й и наметили основные задачи на 2018-й. За минувший год департамент установил более 4,5 тысяч тарифов и ставок. Для 123 муниципальных образований назначили предельные индексы изменений платы за коммунальные услуги. Анализируя заявленные организациями расходы, а это более 27 миллиардов рублей, нами были исключены порядка 6 миллиардов рублей, как документально неподтвержденные и экономически необоснованные, что составляет более 20% от суммы заявленных средств. Это фактически та сумма, которую при условии ее включения в тариф должны были бы оплатить потребителям. Много возникало вопросов с тарифом на вывоз ТКО. С 1 января его снизили до 86 рублей 54 копеек. Сумма установлена на весь год. В среднем сейчас в регионе специалисты наблюдают снижение роста платы за коммунальные ресурсы. На 2018 год правительство Российской Федерации установило для нашей области повышение платы за коммунальные услуги в размере 3,8% в среднем по региону. Это ниже среднего значения по России, он 4% составляет, и ниже показателей, установленных для соседних с нами регионов. Тарифы на коммунальные ресурсы для населения изменятся с 1 июля. Знакомиться с ними можно на сайте департамента. Отдельный вопрос – концессионные соглашения. По словам специалистов, единого порядка заключения договоров с инвесторами сейчас нет. Департаментом, совместный департамент энергетики и тарифы планируется разработка типовых форм кондиционных соглашений отдельно по направлениям коммунальной сферы и соответствующих приложений к соглашениям. Типовая форма документа упростит процедуру подготовки и согласования документов, а значит ускорит процесс подписания и, соответственно, начало сотрудничества. Шаблоны планируют подготовить к апрелю.